Всем привет, с вами Кристалл! Всем привет, с вами Скайлайн! И сегодня мы играем в War Thunder Да, наконец-таки я в него стал играть Я уже давно говорил в Panzer, что мы будем в него играть И игрушка оказалась очень клёвой Я раньше в неё не играл вообще Мы буквально играем второй раз со Скайлайном Пробный запуск был и всё Да, и она мне очень понравилась прям Такая динамичная и интересная Тем более, что... Так, сейчас я тут собью с товарища Да, 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 да. Змейся! Ай, чёрт, перезарядка, блин Я уж успел здесь купить первый самолёт А...как он опять M4, по-моему, называется? Так, да-да-да Играем мы за Японию Как-как ни странно Мне крыло оторвало Наверное, сейчас многие напишут Почему ты играешь не за... Россию? Потому что захотелось вот так вот Блин, чуть-чуть пробили крыло А мне просто его оторвали Да, кстати, на тему того, что, тема вообще такого рода игр, вот у тебя какая была игра, или вообще ты играешь ли часто в такие вот игры, я вот не особо знаю, например, что, я вот, я вот в свое время увлекался, играя в Вилл, Вилл 2 Штурмовик вот такой вот. Я не был фанатом Вилл 2 Штурмовикам, тоже, конечно, играл, но мне более такие, знаешь, более диновые самолеты, а то тут как-то... Здесь есть реактивные самолеты, ты что? Но они все же не то, какие-то более высокого поколения, там, 3-4-х. Ну, ну, это уж как-то, ну, не знаю, мне кажется, это выбивает как-то игру из атмосферности такой. Ну, конечно. Мне больше нравится на реактивные. Я вот больше предпочитаю как раз вот несовременные самолеты. Мне нравится, что есть реактивные, да, я тоже не против, но не надо их много. Это превращается в хавку уже. Ну, мне хавк нравился. Ну, я так, это, на 6 из 10 где-нибудь так. Я все время очень много играл в Вилл 2 Штурмовик. Мне такой он нравился, особенно вид из кабины. Я не знаю, можно ли сделать здесь вид из кабины, но... Будет не то. Ну, было прикольно, кстати говоря. Ммм, сейчас. Блин, я, кстати, очень часто тут... Ой, я сбил самолет, офигеть. Я же его слабо под... А, он, наверное, врезался. Кстати, я не знаю, здесь играем мы второй раз с его, но я очень часто встречаю людей, которые... Просто я их чуть-чуть раню, и они берут и сами себя убивают об землю. Возможно... Я понимаю, если бы они играли за Японию. Каким-нибудь образом, но... А, так. Блин. Но это наша фишка должна быть убиваться просто так, а не вражеская. Нет, мы должны убивать их, убивая себя. Ты что? Ну, ну да, но... Священное правило. Все равно это как бы наша фишка, убиваться просто так самих себе. Так, ничего себе, на низко не суте такая быстрая скорость вообще. Я эту технику чуть позбивал, пойду и собью Диего, стрелка. О, че? Да ладно, блин. Я потерял самолет. Вот засранец, а, он насквозь меня протаранил. Скажи мне. А? Какой по счету ты про... Самолет второй. Сейчас будет у меня. А вот у меня третий уже самолет полетел. А, у меня только второй вылетел. Да ладно, ты так успел себя много насококошить? Я с респа вылетаю, и в меня просто на полной скорости. Бум! А, кстати, я когда в первый раз... Ой, да мы так сильно проигрываем, слушай. Надо убивать технику. Технику? Да, да. Вот эти маленькие такие точечки моргают, видишь? На миникарте, на радаре. Я вижу, что у них там наши корабли прям на базе. Ну, это там они не справятся. А вот у нас... Хотя, может быть, я не знаю. Ну-ка, может быть... Нам надо защищать аэродром. Защищать аэродром надо. Я просто, ну... Не знаю. Ну, вот ты вылетел. Давай, давай попробуем разобаваться с этими парнями. Я только что одного пытался... Давай, давай, давай. Скорейся, быстрее. Блин, чертов би план, какой ты медленный. Так. Ой. Я критические повреждения нанес. У меня такая проблема, что я... Ты взорвался? Действительно отыгрываю камикадзе. Так. Мне надо бы резко разве... Ой, я сбил того парня, который атаковал нас. А я могу как-то за тобой? Да, можешь там далее, далее, и у меня выбираешь. Так. Не, ну игрушка очень-очень клёвая. Я совсем чуть-чуть поиграл. Мне очень понравилось. Если честно, следование за мышкой немножко ужасное. А там есть разные варианты управления. Я чуть потыкался, поэтому можешь посмотреть. Нет, я не в этом смысле. Вот в обзоре за тобой я хочу там тактическую карту. А, ну да, там есть такое неудобное. Я думаю, тебе чисто в игре управление нравится. Нет, в игре в принципе нормально. Там можно, кстати говоря, использовать как-то управление контроллером Xbox, вроде как. Но что-то я не понял, как оно работает. У меня оно в меню работало, а именно в игре я не смог. А у меня его нету контроллера, так что... Ну у тебя есть соньки, вроде как. Да, но мне лень его цеплять. Попробовал бы. Ну у меня вообще есть, я, ну, когда во времена U2 штурмовика покупал логитечевский этот контроллер, который вот этот руль штурвал. А, штурвал. Да, блин, мы, кстати, проиграли. Ну я заметил. Жалко, жалко. Ну, кстати, первые две игры, которые мы поиграли, мы выиграли. Было прикольно. Да, очень даже весело. Да, я третье место занял еще, к тому же, хотя я большую часть времени вообще не хрен знает, чем занимался. Ух ты. О, открылся, доступна новая страна США, теперь можно за США поиграть. А ты можешь или нет еще, или я тебе выше уровня пока? Честно, я пока еще не понял. Нет, США у меня не открылся, ты больше опыта набрал. М-м-м. Ну я получил награду на подхвате, мне еще тысячи опыта дали. Скажи-ка мне, у тебя какой ранг? Почти второй, но еще нет второго. А у меня первый, и 990 всего опыта. Да. Да, кстати, интересно, как за США играть, надо потом будет разобраться. А там выбираешь, просто сумма лица из США делаешь. Да. Ну игрушка клевая, да, реально, ну тебе понравилось, мне вот лично очень понравилось. Неплохая, ничего против не могу сказать. Мы, кстати, еще думали в Star Conflict поиграть, тоже глянули, она вроде тоже интересная, похожа на фрилансера, если кто знает. Я дикий фанат этой игры. Да, старый фрилансер, это очень даже... Она очень на него так похожа, но по крайней мере механикой тоже полетов, как бы там, и атмосферкой такой прикольной. Ну мне нравится ее, я не знаю. Также, ну, можете сказать, конечно же, чтобы мы еще поиграли в Star Conflict. Моги, прикольная игра, может быть, захотите, чтобы мы в нее поиграли. Ну что ж, на тему War Thunder'а, это как бы первый такой пробный летсплей, я не знаю на тему того, что я буду ли его продолжать, но вообще хотелось бы, конечно, потому что игра клевая, мне кажется, и смотреть ее интересно, потому что он такие... Динамичные бои, эпичные, эпичные, динамичные бои на всяких разных самолетах. Мне кажется, это очень классно. Также ведь она мультиплеерная, и со мной могут играть и подписчики, потому что у меня есть группа в Raid Call, и туда можно зайти, я, возможно, буду опять же на съемки набирать, как на Панзаре, поэтому... Будет очень неплохо, если кто-нибудь там присоединится, и мы вместе поиграем. Осталось узнать, сколько влезает в звено народу. Мне кажется, человек восемь. Потому что... Ты видел ведь, сколько мы стартуем, и нас там примерно человек восемь, мне кажется. Мне кажется, может целый отряд из вот наших и на другой отряд врагов такой целый нападать. Возможно. Ну, скорее всего, я предполагаю, что это так. Типа клан на клан, как бы можно было бы делать. Возможно, здесь есть такой элемент. Но кланы вроде как тут есть, если это не звенья сами по себе. Нет, вряд ли звенья. Потому что звенья просто можно, наверное, набирать. Ну, в общем, игра бесплатная. Да. Не требовательная, не особо требовательная. Поэтому ссылка в описании на нее. Можете зайти, скачать, поиграть, зарегистрироваться. Там все такое. Добавьте меня в друзья. Мой ник вы видите. Ник Скайлайна вот такой он. Вот такой вот. В описании, если что, я их напишу. Может быть, можно скопировать и вставить. Будет проще, чтобы не вписывать прям рукой. Почему кристаллита? Потому что кристаллит занят и кристалл занят. Поэтому не подумайте ничего плохого. Все, что можно было взять. Да, ну что ж, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Надеюсь, вы захотите, чтобы мы еще снимали подобных роликов. С разными людьми, конечно же, еще будем снимать. Кто-нибудь приходит к нам. Это, конечно, все будет. Потому что игра мультиплеерная. И действительно, это можно себе позволить. Ну ладно, на этом все. Удачи. Спасибо за просмотр. И у меня такой, знаешь, красивый пейзаж такой на самолете. Такой, знаешь, пафосный такой камерой проезжается. Знаешь, что не ушел так в закат. Глядишь, уйдем. Все. Удачи всем. Да. Субтитры подогнал «Симон»!